Из Конституции Армении собираются исключать пункты, содержащие прямые территориальные претензии к Азербайджану. О необходимости пересмотра основного закона страны на днях вновь заговорил премьер-министр Никол Пашинян. Он назвал проблематичным упоминание в действующей Конституции страны так называемой Декларации о независимости, в которой содержатся прямые призывы к присоединению Карабахского региона Азербайджана к Армении. Наличие в Конституции подобных моментов помешало стране развиваться и улучшать отношения с соседями, признал Пашинян. Нам действительно сегодня нужно урегулировать наши отношения с Декларацией. Должна ли наша государственная политика руководствоваться этим документом и основываться на принятом тогда решении? Это вопрос политического выбора. Если так, то это означает, что мы никогда не достигнем мира. Более того, это означает, что у нас начнется война. По мнению Никола Пашиняна, изменения в Конституции также помогут устранить проблемы в отношениях между государством и гражданами Армении. Новый основной закон, уверен премьер, сделает страну более конкурентоспособной в геополитических и региональных условиях. Отвечая на вопросы в эфире общественного радио Армении, Пашинян признался, что задумался о необходимости пересмотра Конституции еще несколько лет назад. Тема изменения Конституции поднималась по разным поводам, как после бархатной революции, так и после войны 2020 года. Была даже идея вернуться к полупрезидентской форме правления, с которой я не был согласен. Теперь есть предложение принять новую Конституцию. Уверен, что решение народа обеспечит процессу легитимность. Правящая партия Армении предложение своего лидера поддержали. Депутаты от фракции «Гражданский договор» призвали представителей оппозиции не нагнетать обстановку. Армения не первая и не последняя страна, где обсуждаются конституционные реформы, заявил парламентарий Владимир Варданян. Конституция не является документом, направленным в прошлое. Конституция – документ, направленный на настоящее и будущее. Если изучить практику развития Конституции Армении, то это четвертая Конституция. А если быть честными, то шестая. Характер государства, форма управления, модель, институты, баланс сил существенно изменились с 1995 по 2015 год. Я всегда был против попыток изменения Конституции раз в неделю. Но не нужно рассматривать Конституцию как священную корову. Это документ, который можно менять. Ранее за принятие в Армении новой Конституции выступили спикер парламента и глава МИД страны. Судя по всему, Ереван намерен отказаться и от своих территориальных претензий к Турции. Вместе с Конституцией армяне планируют поменять и герб, на котором изображена гора Агредах, расположена на территории Турции в 32 километрах от самой Армении. С точки зрения символов, наш герб создан в 1918 году и существуют разные его интерпретации. В 1991 году он претерпел некоторые исправления, затем произошло цветовое изменение. С болью вынужден констатировать, что в условиях отсутствия армянской государственности у нас не было возможности для геральдических развитий. Если мы рассмотрим щит, который присутствует на гербе, и геральдический щит, используемый в качестве символики мэрии Еревана, то это разные щиты, то есть наблюдается путаница в самой Армении. Официально Баку и до, и после Второй Карабахской войны призывал Ереван отказаться от территориальных претензий к соседям во имя мирного будущего региона. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что де-факто мир между двумя странами уже существует. На границе Армении и Азербайджана несколько месяцев царит мирная обстановка. Для логического завершения этого процесса Ильхам Алиев предлагает заключить мирный договор, но подписание этого документа, подчеркнул глава государства, возможно только после того, как Армения перестанет выдвигать территориальные претензии к Азербайджану. В этой связи Ильхам Алиев отметил необходимость внесения изменений в армянскую конституцию, преамбуле которой есть ссылка на незаконные документы о присоединении Карабаха к Армении. Азербайджанский лидер назвал позитивным шагом начало внутренних дискуссий по этому вопросу в Армении. Это может создать хорошую возможность для скорейшего завершения мирного процесса, подчеркнул Ильхам Алиев. Субтитры создавал DimaTorzok